От подборочных фильмов традиционная ведущая Наталья Вадимовна не будет присутствовать, но я могу вас порадовать, что она будет на финале. Поэтому те, кто хочет ее увидеть, с ней поздороваться, есть дополнительная мотивация играть хорошо, отвечать на вопросы. Кстати, сегодня начинается и телевизионная версия игры, можете вечером ее посмотреть. Так что мы сегодня с такой двойной праздник. И я надеюсь, что не надо напоминать условия игры, да, вы прормируете листочки, которые у вас лежат, три тура по 12 вопросов. Ответ пишется четко, пишется номер вопроса, название команды и ответ. Четко, разборчиво, чтобы мы понимали. И некая Татьяна Пигарева пишет, что после этого ваконики зарубежные писатели собрались, чтобы отметить финал замечательной эпохи. Вам нужно назвать некую Альфу, которая зажглась после открытия ваконных. Продолжение следует... И даже рывали. Практически без правильных ответов, их бывает мало. И писатель это Габриэр Гарсия Маркин. Он побывал в Советском Союзе, у него вышла и написал книгу. С СССР 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы мутакола. А с открытием Макдональдса и с зажжением этой рекламы эпоха закончилась. Поэтому ответ был рекламой Кока-Колы. Итак, второй вопрос. Руководствуясь интересами животных, в Швейцарии приняли закон, касающийся содержания морских свинок. Это поставило владельцев животных в сложное положение. Но на помощь им пришла фирма, к которой можно было взять морскую свинку в аренду на неопределенный срок. Что же запрещал новый закон? Все, задаем коллеге. Коллеги, поясните мне, что вы имели по ввиду... В одной клетке. Нет. Что вы имели по ввиду написал в какой-то клетке? Если вы мне сейчас объясните, я вам его зачитаю. О, засчитай. Уболяю одну свинку. Что? Что у них болью одной свинку? Держать. Держать дома из-за ни одной свинки. И правильная ответственность. Держать только одну морскую свинку. Первый вопрос у нас. Дело в том, что свинки не могут жить без... Без... Друга. Да? Но периодически друг умирает, и приходится искать новую свинку, и свинка страдает. Ну вот так вот. И поэтому запретили покупать вторую свинку, держать больше двух. И фирма... А тут такие вопросы. Предлагала брать свинку в аренду или вернуть ее потом в эту свинку. То есть правильный ответ. Задержать только одну морскую свинку можно было. Вторую морскую свинку покупать и заводить было нельзя. Но дальше его герой Джона Коллера. Кстати, я говорю, что вопросы похожи на зоопарк. Увидел в ней печаль. Из-за крыльев белизны и глубокого пессимизма в ее крики решил было, что это его икс. Назовите икса, использовав дефис. Время. Я ответ. И путем логических умозаключений можно... Да, в тексте были подсказки. Это белизна крыльев. Герой был неудачный. Его адрес, хранитель, издавал глубокие крики. Такие трагические, да? То есть можно было догадаться, что... В песне Элеонор Рикби... Кто-нибудь знает, кто это такая? Ну, я тоже не знаю. Это название песни, собственно говоря. Есть слова. Элеонор Рикби надевает то лицо, которое она хранит в сосуде с водой. Музыковед Андрей Гаврилов поясняет, что Рикби настолько видна, что у нее нет чего. Элеонор надевает то лицо, которое он видит в сосуде с водой. И музыковед спрашивает. Она была настолько видна, что у нее нет чего-то, да? И чего нет? Маска. Маски, то есть, да? В человеке командовинка. Косметики в нейлогике и сосуды. Все гораздо проще. У нее нет зеркала. Она была настолько видна, что она смотрелась с водой. И одевала то лицо, которое я там увидела. То есть... За что? За что взамен его души. Чем они скрепляли? Клятвы. Кровь изменилась. Ну вот, так я понимаю, коллеги были ближе всего. Вражение кровь стынет в жилах. И когда мы носили... Когда ей нужно было закреплять клятву кровью, нож воткнули в руку, и ему было настолько кровь застыла в жилах, что она не текла, и он висок любит жаром. Поэтому... Правильный ответ. Кровь стынет в жилах, никто не ответил. ФБ совершила провокацию по отношению к врачу-коммунисту. Квентину Яну. Не обращайте внимание на имя врача. Что самое актуальное у вас?